Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости канала. Предлагаю вашему вниманию статью под названием «Как научиться бить головой». Написана статья в воскресенье 10 ноября 2019 года. И так начинаю. Джархас, если я правильно прочитал ник, подписчик канала, обратился ко мне с таким вопросом. С удовольствием отвечу на этот вопрос. К сожалению, у нас многие хотят все уметь, но когда выясняют для себя, что это требует усилий, то желание почему-то резко пропадает. Надеюсь, что у автора вопроса такого не произойдет, и он приложит максимум усилий, чтобы освоить в полном объеме игру головой. Первый и очень важный момент. Я никогда не был сторонник различных игр, типа волейбол, баскетбол и так далее, которые нужно осваивать футболисту. Почему? Да потому что в сутках катастрофически мало времени для владения футбольной техникой, а приобретение навыков в других играх – это уже перебор. Но в любом правиле есть исключение. Футболистам, которые хотят научиться бить головой, точно, очень желательно ознакомиться с такой игрой, как бильярд. И не просто ознакомиться, а научиться играть на удовлетворительном уровне. Когда в игре на бильярде мы бьем шаром по шару, то направление движения шара, по которому мы бьем или которым мы бьем, зависит от точки соприкосновения двух шаров. Если шары лишь слегка коснутся друг друга, то траектория полета бьющего шара изменится незначительно, а шар, находящийся в состоянии покоя, начнет движение почти перпендикулярно. Шар строго по центру, то движение обоих шаров будет совпадать с вектором движения кия. И так далее. Аналогично и в футболе. Футбольный мяч, который летит к партнеру, это своеобразный свояк, если говорить бильярдной терминологией. Другими словами, партнер, исполняющий передачу по воздуху своему товарищу по команде, выполняет роль кия, а мяч это тот шар, по которому бьют кия. Задача футболиста, принимающего передачу, придать мячу такой угол отскока, который обеспечит рикошет мяча в нужную точку рамки ворот соперника. И если футболист, который намерен исполнить удар по воротам головой, знаком с игрой на бильярде, то он без проблем подставит голову так, чтобы мяч либо изменил траекторию полета незначительно, что достигается лишь касанием головы края мяча, либо подставит голову так, чтобы точка соприкосновения мяча и головы была ближе к центру мяча. В этом случае мяч существенно изменит траекторию полета. Но, довольно говорить об углах отскока мяча, необходимо понять, что придание мячу нужного направления полета, это удел кропотливой практики и только ее родной. Посмотрите рисунок. Вы видите две стены, расположенные под прямым углом друг к другу. Футболист находится, скажем, два метра от обеих стен. В начале он бросает мяч в стену А, а затем отраженный от стены мяч бьет головой в стену Б, где нарисована мишень. Затем футболист кидает мяч в стену Б и отраженный мяч бьет в стену А, где также нарисована мишень. Куда нужно попасть ударом головой? Мишени на стене должно быть нарисовано минимум пять на каждой стене. Задача футболиста научиться попадать в эти мишени, изменяя правильно траекторию полета мяча. Это один вариант обучения игры головой. Второй заключается в том, чтобы научиться бить головой сильно. Для этого нужно обеспечить линию полета мяча параллельной линии плеча футболиста. То есть мяч должен лететь либо слева, либо справа по отношению к футболисту. Когда мяч будет подлетать на уровне роста к футболисту, последнему необходимо отклонить корпус назад, а затем выпрямить его, исполнив удар головой. Также необходимо практиковать удар головой с отклонением, насколько это возможно, с шеей. А также научиться исполнять удары, где жесткость самого удара обеспечивается за счет поворота головы до момента соприкосновения ее с мячом. И в завершении хочу предложить подыскать себе напарника, который также хочет повысить свое мастерство в плане игры головой. Самое простое упражнение это перебрасывание мяча головой друг к другу без движения в ту или другую сторону. Начинайте с двух метров. Если все получается, то начинайте увеличивать расстояние до трех, потом четырех и так далее вплоть до десяти метров. Следующий этап по сложности это перебрасывание мяча друг к другу с одновременным движением вправо или влево. Необходимо пройти так в начале пять, потом десять и будет прекрасно, если сможете проходить так, перебрасываясь мячом головой 20 метров. Эту дистанцию можно и нужно проходить на время. Для того, чтобы уменьшить время прохождения дистанции, перебрасывая мяч головой, необходимо делать меньше перебросов друг к другу. А это достигается тем, что придется подставлять под мяч голову так, чтобы точка соприкосновения мяча и головы была немного в сторону от центра мяча. Дистанция, о которой я говорю, может быть как короткой, так и длинной. И расстояние между партнерами может быть как маленьким, скажем, два метра, так и большим, скажем, 8-10 метров. Есть еще масса способов приобрести нужные навыки игры головой. Но сказанного с головой достаточно, чтобы заиметь авторитет в этом сегменте футбольной техники среди своих партнеров. Идеальный вариант для тренировки ударов головой это применение футбольной пушки. Ценнее этого тренажера нет ничего в футболе и быть не может. Только пушка, она родимая, может обеспечить доставку мяча в нужную точку пространства с погрешностью, исчисляемой одним-двумя дециметрами. Такую кучность попадания не обеспечит вам ни одна футбольная суперзвезда. Горько и больно смотреть, как современные футбольные тренеры игнорируют этот тренажер. Отказываться от тренажера, который обеспечивает многократное повторение технического элемента за считанные минуты, это значит только одно, тренер не понимает сути тренировочного процесса. Я здесь говорю о тех тренерах, которые имеют финансовую возможность приобрести футбольную пушку, а не о всех тренерах подряд. Ничего удивительного нет в том, что мы наблюдаем на футбольных полях игру очень далекую от совершенства. Если применять в тренировке ударов головой футбольную пушку, то за один месяц можно выйти на уровень магистра игры головой, на уровень недостижимый для остальных футболистов, не тренирующихся подобным образом. Я знаю тренеров, которые молятся на футбольную пушку и берегут ее, как зеницу ока, и знаю тренеров с самыми громкими фамилиями на постсоветском пространстве, которые открыто и публично ее игнорируют. Ну что же, какое дерево, такие плоды. У меня все, ребята, пока. Если ролик вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди еще очень много интересного, неожиданного и эксклюзивного.